здравствуйте дорогие друзья на канале медиа метрикс программа профилактика заболеваний и я ведущий я илья кинфев и я денис хохлов сегодня мы хотели поговорить о такой интимной теме как заболевания толстого кишечника прямой кишки и анальной области эти проблемы обычно люди стараются скрыть от окружающих им очень трудно пойти к доктору но на самом деле проблемы эти серьезные могут привести действительно большим 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 проблемам в будущем со здоровьем об этом мы сегодня поговорим с нашим гостем у нас сегодня замечательный доктор тюмин алексей александрович хирург проктолог руководитель хирургической службы сети клиник здравствуйте добрый день коллеги во первых хотелось бы поблагодарить за ваше приглашение очень приятно надеюсь что разговоры вся информация будет общеполезно конечно для этого и работы ну что алексей начнем с общих понятиях вообще проктологии это что такое с чем ее едят что называется проктологии это в общем-то одна из частей медицины которая вышла из хирургии она вышла еще из тех самых пор когда хирурги не делились на проктологов флебологов да у меня еще немножко я застал советскую школу хирургии когда никто не делился со всеми проблемами приходили просто к хирургу это заболевание желудочно-кишечного тракта особенно выходящего делает толстого кишечника соответственно восходящие нисходящие ободочные кишки и сигмовидные и прямой кишки а вот в поликлиниках сейчас проктолога не найдешь а как проктологу попадают люди я ну я в общем-то немножко уже оторван от государственной медицины как давно оторван больше пяти лет я уже не работаю на медицине доктор из частной клиники к сожалению вот эту логистику путь пациента от визита в поликлинику и попадание его проктологу я особо не знаю но насколько наслышанность от коллег к проктологу приходит только стационар это вот коллеги из 24 больницы из ней проктологии рассказывают что из поликлинику присылают по 57 направлению да но это опять же хирургу сначала приходит к общему хирургу с жалобами большинство хирургов общих сейчас уже к сожалению не осведомлены в вопросах проктологии все лечение заканчивается назначением там каких-нибудь венедоников да и свечек но об этом еще поговорим давно хотелось бы вашу историю знать как вот вы действительно пришли к проктологии в общем-то не совсем обычная история в этом плане так случилось воле случая что свое время я работал в ведомственной больнице это был один из корпусов управ делами мэра на территории боткинской больницы и руководителем главным врачом клинике был именно врач проктолог в прошлом из 24 больницы ну соответственно у него в основном были протологические операции 90 процентов протологических операций это естественные геморрои только радикальные операции мильгана моргана когда иссякаются все внутренние геморроидальные узлы и мне пришлось очень много ассистировать на этих операциях как самому молодому хирургу вести этих пациентов потом судьба забросила меня руководить частной клиникой в азербайджане в городе баку там встречалось нетривиальное место из москвы нетривиальное место иногда путь в москву обратно лежит окольными путями иногда даже через азербайджан бывает вот и как известно спрос ну вот как на приеме в нем можно приеме в минусе в минусе в минусе Продолжение следует... 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 Когда оставляют по стакану крови в туалете, это нехорошая симптоматика, и это действительно нельзя игнорировать, нельзя стесняться, трактология, в общем-то, это такая же часть хирургии, как и всё остальное. – Интересно, Вы сказали, что пациенты либо боятся, либо стесняются, а есть какая-то статистика по гендерному типу, кто больше боится и стесняется врача-практолога, мужчина или женщина, и затягивает визит как можно дольше? – Или можно с другой стороны, а у кого чаще проблемы появляются? Или они примерно одинаково по гендерному типу? – Знаете, на самом деле появляются абсолютно одинаково. Другой вопрос, у меня сложно привести выборку, потому что я вижу только тех, кто пришёл. – Ну, вообще, как это ездит действительно? – Если посмотреть более запущенными, кто приходит? – Более запущенные, конечно, приходят мужчины. – Естественно. – Более запущенные действительно приходят мужчины, которые стойко, упорно, после поднятия какой-нибудь тяжёлой коробочки или садово-огородного захода серьёзного, они заправляют узлы обратно в прямую кишку и стойко терпят дальше. – Ну, естественно, это менталитет. – Да, у меня, кстати, я извиняюсь, что перебил. Моя любимейшая история, мой самый, наверное, благодарный пациент. Вот эти глаза я не забуду никогда. Это работник шиномонтажа, который каждый день, естественно, вы понимаете, тягает колёса. И каждое поднятие колеса у него всё там выскакивает. И после как раз мини-новативной операции он пришёл. Это были счастливейшие глаза, которые я, в принципе, видел в жизни. Как доктор, у меня ничего не вываливается. – Я в два раза больше могу теперь колёс менять. – Я думаю, теперь у нашего доктора проблем с колёсами никогда не бывает, да? – Да. – Хорошо. Ну, а с чего начинается? Давайте вот так и приподнимем занавес вашего приёма. Вот с чего начинается визит доктора Проктолова? Чтобы люди не боялись уже понимать, что их ждёт. – Ну, смотрите, в общем-то, лично у меня пациенты просто так с улицы приходят крайне-крайне редко. То есть, в основном, как они попадают доктору в частную клинику. Первое – это, безусловно, сарафан. По сарафанному радио. Знакомый посоветовал, знакомый обратился. Вот доктор вроде ничего, вроде ещё разговаривает с людьми, что-то на удивление. И вроде как не больно, можно сходить, в общем-то, и решить какие-то проблемы. И, естественно, это интернет-отзывы. Это в нашем подспорье. Единственное, что радует, что сейчас появились ряд площадок, где не пишутся левые отзывы. Ряд агрегаторов, где их просто физически невозможно записать. То есть, когда пациент приходит с приёмом… По IP прослеживать? Нет. Когда пациент записывается через это приложение или через агрегатор, ему приходит смс с тем, чтобы он, собственно, оценил и рассказал о визите к доктору. Понятно, что тут будет… По аналогии с Яндекс.Маркетом, когда ты покупаешь, ты пишешь отзыв. Да, да, да. То есть, тебе присылают, и только ты можешь написать этот отзыв. Больше никто. Они попадают ко мне. Естественно, если они уже читали обо мне отзывы в интернете, если они пришли знакомых, они уже, в общем-то, приходят с каким-то кредитом доверия к доктору. Хотя, конечно, безусловно, боятся все. Ну, вот все боятся. И первое, с чего, собственно, должен начинаться визит к проктологу, это любимое, наверное, сравнение также к гинекологу, это с разговора с человеком. Это первое с разговора с человеком. Это установление именно психоэмоционального контакта. То есть, проктолог для пациента – это то, что… Гинеколог для женщины. Если нет контакта, это может быть замечательный человек пациент, это может быть суперский гинеколог, но если у них нет психологического контакта, то ничего не получится. Есть такое понятие, не твой доктор, не твой пациент. И если начало беседы мы не находим с пациентом общего языка, я зачастую, возвращая деньги за консультацию, говорю, наверное, вы просто не мой пациент, я не ваш доктор. И могу дать список коллег, к которому ему дальше обратиться. Это честно. Да, я думаю, что это честно. И тут вот крохоборничать не надо, зашёл, сразу заплати. Нет, ни к чему это совершенно. С людьми надо работать честно. Это святое убеждение и принцип. И первое, с чего, собственно, это психологический контакт с человеком, и затем, собственно, поговорить, собрать анамнез, чем пришёл. Не с порога там хватать зеркала или анаскоп, кресло, он там, он разделся, пошёл, лёг. Сначала поговорил с человеком, рассказал ему, что будет происходить. Какая тактика он у нас по его симптоматике? Зачастую, ну, на 90% диагноз я знаю уже когда-то говорил с человеком. Дальше требуется только какое-то уточнение. Искусство сбора анамнеза – это, на самом деле, большое дело, которым не владеют или не уделяют внимания очень-очень многие наши коллеги, к сожалению. А это даёт очень большое подспорье в постановке диагноза. Рассказываю, как происходит, собственно, наш осмотр. Я вспомнил сначала, это визуальный осмотр, кто-то из проктологов смотрит на боку, кто-то классический. Я по классике смотрю на кресле, так же, как и оперирую на кресле. Визуальный осмотр области ануса и затем, собственно, выполнение анаскопии или осмотр зеркалами на цель для оценки как раз именно области ануса, области прямой кишки. Там уже, в общем-то, практически 100% становится всё понятно. Опять же, при анаскопии, при осмотре зеркалом очень важная такая штука, большое внимание стало уделяться, к счастью, это пациент-ориентированный подход. Собственно, никто не мешает вместо того же самого вазелина использовать мазь с местными анестетиками. Почему нет? Пациент намного лучше, намного комфортнее и просто быть во время осмотра аккуратным. Мы не мясники, хирурги, как многие думают, а это большое дело, это вызывать доверие к доктору, если ты на входе его не испугал. Потому, что все представляют, ну, сомай штаны. Закатал рукава, да, и пошёл, схватил скальпель ещё по дороге, вытер об штанину, да, и пошёл резать. Вот, конечно, нет. Не боись. Понимать надо, что тема интимная. Тема очень интимная. И опять же, сложно, да, психологически, действительно, контакт нужен, это обязательно. Приходят совершенно разные люди, особенно сложный психологический контакт, это с представителями нестандарта сексуальной ориентации, таких тоже, в общем-то, немало на приёме. Тут надо понимать особенности психологические, психоэмоциональные. И, в общем-то, ну, это такие же пациенты, как и все остальные. Ну, естественно, естественно. Тут, естественно, да. Они приходят за помощью. А зачастую встречают то, что вот вы у меня там десятый доктор, да. Первые девять сказали, всё, ты гомосексуалист, я тобой заниматься не буду. То есть, даже такие вещи встречаются. Да, причём это не редкость, даже в частной медицине. Принципиально идут люди. Принципиально, да. Ну, для меня, честно, это вообще… Ну, а что, я в практике тоже встречаю, когда врачи говорят, если пациент ВИЧ-инфицированный, я не хочу с ним работать. Это тоже, да, как-то время. Поэтому, наверное, у каждой специальности есть такая история, из-за чего… Ну, в общем, да, от этого надо уходить, конечно. Не понимаешь своих коллег. Это дикость. Ну, это дикость, да. К тому же, тут, я говорю, это всё-таки частная медицина, да. Ну, я скажу, что и в государственной медицине это тоже, на самом деле. Да. Как руководитель я бы такого человека, своего сотрудника, я бы поговорил с ним для начала достаточно жёстко. Я думаю, что да, это правильно. Вот. И я говорю, первое, самое важное, это не делать человеку больно на первом визите, да, это при первом же визите скажем так, на втором визите я тоже там и сделаю, не делать больно. Расположить максимально, чтобы весь осмотр, собственно, проходил комфортно. Опять же, замечательная штука, чего нет во многих кабинетах проктолога, где сейчас на клиниках идёт экономия пространства, это, собственно, банальный туалет в кабинете приёма. Да, после осмотра пациента, естественно, надо совершить какой-то туалет. Если он есть, люди реагируют в разы лучше. Ну, вот это такие маленькие, тоненькие фишечки, но которые они очень-очень важны именно для комфортного пребывания, для комфортного первичного визита к доктору, вот такой сложной интимной специальности. Ну, вообще, в практике, какие заболевания наиболее часто встречаются, может, какие-то реже? Ну, самое частое, это, безусловно, это геморроя, геморроя всех стадий, вот, второе, это свищи, это парапроткиты, ну, и, наверное, где-то на последнем месте трещины. Значит, в общем, бояться боли не стоит, правильно? Бояться боли не стоит, сейчас есть все возможности, чтобы сделать всё аккуратно, максимально комфортно, анаскопы одноразовые, там есть мягенькие, масса с эстетиками есть, то есть, бояться, в общем-то, совершенно нечего. А когда нужно прийти к врачу? Вот сейчас мы поняли, что, а в основном приходит, когда уже совсем всё плохо. Когда уже совсем плохо. А вот с каких признаков нужно задуматься, везить именно к проктологу? Есть замечательные популяризаторы сейчас этого направления, как сказал мой любимый коллега Батман Башанкаев, это главный хирург госпиталя GMC. Мы, собственно, вот сейчас немножко объединились, такая коллопроктологическая тусовка, мы стараемся этим поляризировать. Батман, он первый с точки зрения коллоректального рака, потому что он в первую очередь онколог, да, мы такие чуть-чуть более, скажем так, не понтовые, ребята более спокойные, да, мы довольствуемся и вещами попроще. Первое, что должно насторожить, это, собственно, кровотечение. Это кровотечение, их игнорировать нельзя. Хотя зачастую в практике вот эти кровотечения, они приводят довольно-таки к серьёзным последствиям, то есть ещё там, когда в государственной больнице работала, у нас там была женщина, у которой гемоглобин спускался до 30. Только из... Только на фоне, да, на фоне кровотечений. Вот, и потом, к сожалению, это уже стало просто нередкость, даже в частной практике приходят люди там, просто белые, как лист бумаги, смотришь гемоглобин там 70-60, то есть они из раза в раз там постоянно, постоянно живут с этими кровотечениями, в ответ там развивается уже железодефицитная анемия, вот, и причём это довольно-таки молодые ребята и 25, и 30 лет, вот они как раз игнорируют вот такую симптоматику в виде кровотечения. При этом, ну, мы с вами, врачи, да, мы представили, что такое гемоглобин 60-70, сколько должно вылиться? Годами льют, годами льют. Вот, второе, это, собственно, боли во время идентификации, да, ну, понятно, что посеешь, что и пожнёшь, если поел сухомятку, наелся бутербродов, там, не попил достаточно водички, или там, убил алкоголем хорошенечко, особенно крепким, вот, поход, туалет имеет право быть дискомфортным. Табаско добавил? Табаско, да, табаско, там, приверженцы вьетнамской кухни, там, индийской кухни, ну, кто любит осеньким побаловаться. Да, да, да. Два раза, который мстит дважды, да. Когда ты её ешь, и когда ты, собственно, пробуешь, да. Да, вот, поход будет дискомфортный, да, и там, ну, один раз, ладно, там, можно как-то на это не сильно внимания обратить, да, но если это повторяется из раза в раз, ну, боль, она есть боль, да, она может возникнуть по ряду причин, там, масса, это могут полипы, геморрой, трещина, да, в общем-то, всё, что угодно. Любое из этих заболеваний может давать боль. Вот. Потом, вот, частый симптом, которому приходят, кстати, к гастронтерологам, гастронтерологи не все обращают на это внимание, пациент с запорами. И вот они рвутся его лечить, усердно там, смотрят микрофлоры, ставят дисбиозы. Сейчас я страшное слово скажу, да, дисбактериозы. Дисбиозы, да, ну, я более так нежно к нему отношусь, называю его дисбиозы, не называю его диагнозом. Вот. Усердно лечат, у них ничего не получается, при этом достаточно просто расспросить пациента, а почему ты сходить-то в туалет не можешь? И очень многие пациенты расскажут, знаете, вот чувство есть, что наполнилось, но сходил мало. Или там такое ощущение, что сходил не один, после первого раза, да, ощущение, что много чего осталось. И вот они вынуждены по чуть-чуть, по чуть-чуть там из себя выдавливать, как из бублика, да. Поэтому это и есть чисто механическое обставание. А бывает психосоматика, что нужно с психотерапевтом просто пообщаться и... Бывает, бывает, конечно. Музыку там включать какую-нибудь, да? Ну, это как бы, вот я небольшой сторонник долгих посиделок в туалете, да. С газетами, да. С газетами, телефонная болезнь. Телефон, да-да-да. Телефонная болезнь. Забыть мобильный телефон при походе в туалет – это вообще не счастье, да. Что же там делать-то ещё, кроме как? Я прочитал всё, что написано на освежителе. Да-да-да. Вот это вот прям бич современного общества. На самом деле, поход в туалет должен занимать не больше трёх минут. Прям таймер ставить. То есть, рекомендую слушателям телефон откладывать. Телефон откладываем, ну и ставим таймер на телефон на три минуты. Видео какое на три минуты. Обычно же жёны как раз стучатся, они вот с таймером, что ты долго сидишь, иди с детьми занимайся. Это у кого жёны есть. Это у кого жёны, да-да-да. Да. Вот. На самом деле, я говорю, вот в такой ситуации есть простое механическое обоснование. Надуваются внутренние геморроидальные узлы, которые просто мешают дефекации чисто механически. Он встал, походил, они у него немножко сдулись, он опять может сходить в туалет. Да, он какую-то порцию выпустил, опять вот, собственно, надулись, опять-таки не может. При таких уже жалобах надо… Да, при таких жалобах, безусловно, неплохо было бы обратиться, показаться, в чём, собственно, проблема. Иногда, кстати, эту роль выполняют полипы фибринозные, которые располагаются как раз на геморроидальных узлах, и они дополнительно механическое препятствие создают выходу, собственно, кала и опорожнению. Вот. Иногда они травмируются, кровоточат, то есть вот этот симптом тоже должен насторожить, да. Кстати, по поводу долгого сидения в туалете у меня был совершенно замечательный пациент, который провёл классные выходные на даче, вот, ушёл в туалет и не вернулся. Ужас какой. Он заснул там. А, ну это так хорошо. Я уже представился. А мы-то сразу про инсульты, про инсульты. Ну вот, 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 всё про инсульты. Тромбоинболили очной артерией. Дорогие друзья. А проснулся он с тромбозом. Друзья дорогие, мы переходим на рекламный блог, оставайтесь с нами, и когда мы вернёмся, доктор расскажет, какие же страхи больше всего боятся пациенты. В России ежедневно появляются около 80 тысяч новостей. Как разобраться в этом потоке новостей? Что на самом деле смотрят люди? Где самые интересные новости от разных СМИ? Медиаметрикс. Лучший и самый удобный агрегатор новостей. Кроме того, это живой рейтинг в реальном времени, в зависимости от того, какую именно новость пользователи социальных сетей сейчас смотрят и комментируют. Здесь можно посмотреть самые популярные новости за день, неделю, месяц. По разным городам, странам и тематикам. Наберите в поиске Медиаметрикс и оставьте у себя на компьютере вкладку, чтобы она всегда была под рукой. Медиаметрикс. Свежие котировки новостей. Всегда под рукой. Дорогие друзья, мы снова в фитнес-студии радио Медиаметрикс. Говорим о практологии. Хорошо, вы упомянули уже по поводу анфонка поиска. Но вот на самом деле действительно это такая проблема, которая волнует всех, я думаю. И нужно ли просто как диагностически делать колоноскопию любому из наших, допустим, зрителей? Из какого возраста это необходимо так часто делать? Ну, тут вопрос, в общем-то, такой дискутабельный. Можно окунуться в совершенно нормальные и совершенно, скажем так, продуманные европейские стандарты. Но мы живём в России. И накладывает свой отпечаток. Вот. Ну, во-первых, что касается скрининга. Скрининг, в первую очередь, это самый простой анализ. Кал на скрытую кровь. Вот ничего сложного в этом анализе нет. Самый банальный, да. Самый банальный, да. Кал на скрытую кровь. В общем-то, его можно сдавать уже с возраста 30 лет. Хотя бы раз в год. У нас же раз в год общая диспансеризация. Да, там общий анализ крови, биохимию. Про просмотры, да. А как значит того мнения, что говорят неправильная подготовка? Многие пациенты неправильно готовятся. Как нужно готовиться? Продолжают есть мясные продукты. Есть там, да, нюансы по подготовке. Там довольно-таки большой список, что надо сделать, чтобы подготовиться. Вот. Я думаю, что это проще будет почитать. Есть это где угодно. Но сделать рекомендую? Сделать, безусловно, это надо. Ничего там страшного нет. Ну, можно, конечно, спрятать голову в песок, да, сделать вид, что там ничего нет. Не обследованный, значит, не больной. Ну, вот. Но анализ действительно информативный. Он нужный. Вот. Опять же, никакой инвазивной методики он не требует. И встречаться там глазами со специалистом, чего, собственно, боятся пациенты, тоже для этого не нужно. Да. Если кал на скрытую кровь положительный, вот, безусловно, надо пойти к доктору. Вот. Сразу же. Самому бежать делать колоноскопию без назначения доктора, без разрешения врача, безусловно, нельзя. Да, есть ряд противопоказаний. Вот. И банальный вертикулит, да, прикрытая перфорация к прямой кишки на этапе подготовки к колоноскопии, да, может обернуться очень большой проблемой. Проблема для пациента. Да. То есть, ну, это вот самый такой простой пример, что можно, да, или какой-нибудь неспецифический язвенный колитт там с интенсивными кровотечениями и большим поражением кишечника, да, опять же, подготовка, такой стресс перед колоноскопией тоже, в общем-то, не очень здорово. Это скрининг, вот, грубо говоря, с 30 лет, и почему надо пойти к доктору, да. По всем европейским рекомендациям колоноскопия, безусловно, является самым информативным методом диагностики заболеваний прямой кишки. Ее выполнять надо, начиная с 40 лет. По-хорошему повторять ее надо раз в два года. Только в таком случае у нас есть хоть какая-то доля там уверенность, что мы поймаем нехорошее образование, злокачественное новообразование раки на начальных стадиях. Когда это еще можно будет прилечить, это можно будет прооперировать и, в общем-то, сохранить довольно-таки комфортный образ жизни, без всяких, в общем, приключений, да. Опять же, на этот случай у меня есть совершенно замечательная, но печальная, к сожалению, история. Опять же, во времена работы еще в Боткинской больнице был пациент, кавказский, армянин, очень хороший дядька, у которого как раз рак прямой кишки диагностировали. Третья стадия, пришлось делать экстрипацию прямой кишки с выведением стомы, то есть кишечника на переднюю брюшную стенку. Пациент всячески противился этой операции, хотя из там опухоль уже текло довольно-таки много крови, снижение гемоглобина, анемия довольно-таки выраженная. Чисто по мужским соображениям, я там с кишкой, с колоприемником на брюшной стенке уже не буду мужчиной. Ну, в итоге закончилось тем, что все равно мы его прооперировали, и как бы мы с ним не разговаривали, то есть я как лечащий врач, с ним разговаривал, там заведующий с ним приходил, разговаривал, ну то есть такая психологическая поддержка. Мужчина, к сожалению, на третий день после операции повесился в туалете. Срочно встали, да? Ну, как бы, как бы да. То есть не все в нашей стране могут, менталитет, наверное, не позволяет, что вот это вот выведение стомы там на переднюю брюшную стенку, это не приговор, с этим можно полноценно жить, ты не инвалид, не отталкивающий от себя человека, то это, в общем-то, нормально. Естественно, как бы это процесс лечения. Да. Ну, раз уж так пошло, ну, ребят, ну давайте не будем доводить просто до таких вещей, да, когда есть необходимость вывести кишку на переднюю брюшную стенку, а уж следующий, не дай бог, умереть от онкологии. То есть просто не надо до этих вещей доводить. Вот, поэтому колоноскопия – это один из самых важных, самых информативных методов диагностики, безусловно, он не заменяет ни КТ, ни МРТ, и МРТ и КТ не заменяют колоноскопию, только визуальный осмотр, только визуальный осмотр слизистой, он даёт, да, слизистый, он даёт хоть какой-то результат. Как альтернатива есть ещё метод капсульной эндоскопии. Когда пациент глотает капсулу с видеокамерой, там одноразовая капсула, камера, которая передаёт онлайн там изображение на устройство, которое носит пациент, там, грубо говоря, на поясе, там по Bluetooth или через ЭК, и потом доктор считывает всю эту, собственно, информацию, просматривает весь его кишечник и, собственно, даёт ровно такое же заключение, как эндоскописты. Но, к сожалению, доступность этого метода довольно-таки невысокая, потому что вопрос цены по Москве в среднем от проведения капсульной эндоскопии начинается от 60 тысяч. Это связано просто с дороговизной оборудованием, да, и рада бы сделать дешевле, но просто по закупке эта оборудование стоит очень-очень дорого. Ничего с этим не поделаешь. Ну, вот это вот касается то, что диагностики. Потом колоноскопия, она не заменяет аноскопию. То есть, осмотр зеркала именно выходного отдела прямой кишки. Просто, опять же, чисто... Когда проблема может быть действительно на самом выходе. Да, на самом выходе, да, и пульсового рентального исследования, про это тоже не надо забывать. Дело все в том, что эндоскоп, колоноскоп, да, там, торцевая оптика, это надо понимать, и на входе он не видит боковые стенки. Аноскопы, они обладают боковым вырезом, и доктор вращает там зеркало, может посмотреть, собственно... Почему сначала лучше прийти все-таки к доктору Практону? Начинать надо всегда с доктора. Вот вообще, какого заболевания не касалось бы, вот любого заболевания, я думаю, что вы меня поддержите. Когда там пациент приходит вот с такой стопкой анализов, то ты понимаешь, что все это не нужно было. Да, и нужно там совершенно другое. Он вообще обижается еще, если ты скажешь, это не нужно было. Как не нужно? Это вообще 30 тысяч рублей. Да. А ты говоришь, а тут еще на 60 надо на другого. Ладно, ну давайте перейдем все-таки к заболеваниям основным, да, к геморрой. Да, геморрой. Что же это такое? Зачем нужны эти узлы геморридальные вообще в организме? Они нужны? Вот хотим узнать, да. Они нужны, да. Какие стадии заболеваний и как предотвратить это? Как известно, в общем-то, что я так подозреваю, что в организме человека, несмотря на то, что я хирург, в организме человека лишних частей нет. Как мы знаем, хирург любит удалять. Каждый раз удаляю и переживаю. Да, переживаю, но мы знаем, что лишних частей в организме, в общем-то, у человека нету. И в том числе геморройдальные узлы, они тоже нужны. Они выполняют роль удержания кала. То есть, грубо говоря, на 85% кал удерживается с помощью сфинктера и на 15% с помощью геморройдальных узлов. Раньше бы давало мнение, что геморройдальные узлы это тот же самый варикоз, варикоз прямой кишки, но на самом деле нет. Когда провели гистологические исследования, мы, в общем-то, выяснили, что геморройдальные узлы состоят из кавернозных тел, точно такие же, как у мужчины половой член, у женщины клитор. То есть, они эрагируют внутрь во время того, как мы тужимся. Функционально они как раз расширяются. Они функционально расширяются и помогают нам не ходить под себя, где попало, скажем так. Поэтому эта штука нужная и как раз с этим связана немалое количество осложнений после радикальных операций, связанных с исечением геморройдальных узлов, собственно, недержания. Когда это всё полностью удаляется, вот один из вариантов это, собственно, недержания. 15% недержания, да? 15% недержания, а остальные проценты ещё добираются тем, что на сфинктере образуются довольно-таки мощные рубцы. Вот, один раз посмотреть на операцию Миллигана-Моргана, и, да, когда иссякаются по знаку Мерседеса слизистая ткань вместе с кавернозной тканью геморройдальных узлов, и, в общем-то, будет достаточно понимать, почему иногда появляется недержание. Ну, какие стадии заболеваний и из-за чего она развивается? Да, по поводу стадии заболевания, безусловно, там с первой стадии практически никто не приходит, вот, первая стадия – это наличие, там, внутренних геморройдальных узлов, и, в общем, человек это может почувствовать, скажем так, симптомы получить только в результате того, что он увидит, там, следы крови в туалете или, там, допустим, у него проблемы будут с запорами, да, вот то, что я рассказал на тему того, что у него на выходе проблемы, да. Вторая стадия, в общем-то, она так уже немножко стучится в дверь, вот, это периодически выпадение геморройдальных узлов, вот, и самостоятельное заправление их внутрь, то есть, человек сходил в туалет, у него там что-то выпало, потом встал, полежал, всё, всё зашло, как ничего не было, вот, некоторые пациенты уже вот с этой стадии обращаются, для них это звоночек, да, вот, третья стадия, когда узлы вываливаются наружу и заправляются только руками потом, то есть, встал, походил, там, полежал, ничего от этого не изменилось, но руками он может заправить, вот, и четвёртая стадия, это когда узлы вываливаются наружу и, собственно, они уже никуда не заправляются, вот оно вот постоянно снаружи есть, ну, там, после туалета они надуваются чуть побудше, то сдуваются чуть поменьше, Собственно, вот у геморроя 4 основных стадии такого заболевания. А причина развития заболеваний? Причина развития, но одна из ведущих теорий, к единому мнению проктологи еще не пришли, но одна из ведущих теорий – это не нарушение венозного оттока, там все-таки кровь артериальная, а именно патологический артериальный кровоток усиленный, это, собственно, появилась теория ровно тогда, когда японцы изобрели такую операцию как «проксимальная дезортеризация геморроидальных узлов», они поместили на сам аноскоп ультразвуковой датчика, они смогли уже измерить скоростные показатели артерий, которые, собственно, кровоснабжают эти геморроидальные узлы. И на этом основана, в моем понимании, это не реклама, одна из самых лучших и пациентно-ориентированных операций на данный момент. Хотя, безусловно, каждая операция есть свои показания. Это, собственно, да, усиленный артериальный кровоток. Тут очень важно что заметить, что причина геморроя – это не сидячий образ жизни, это не усиленные нагрузки в спортзале, не любовь к сауне, не любовь к острому. Причина, она, в основном, все-таки генетическая. Предрасположенность. Да, предрасположенность. Просто с разной степенью выраженности их заболевание прогрессирует, и вы делаете так, чтобы оно прогрессировало. Это человек встал, у меня очень много пациентов айтишников. Я говорю, ну вот как твой день происходит? Ну как, я вот сожнусь, и через 9 часов я встаю. Ну, понятно, что там могут быть проблемы, да? Да, любители спортзалов, которые тягают тяжести, любители остренького, которые каждый прием пищи, если с горла пламя не идет, как бы он уже зря потраченное время. Да, потом очень много пациентов приезжает со всяких фестивалей типа Октоберфеста, вот, с проблемами. Алкоголь все-таки, да? Алкоголь, да, причем он вот прям туда, как под прицелом. Он воздействует на все, и на трещины, и на геморридальные узлы, прям вот, четко туда бьет. Октоберфест, главный поставщик. Главный поставщик, да, протологических пациентов. Ну, вообще, да, часто пациенты после алкогольных каких-то эпизодов действительно обращаются с проблемами, усилением протечения. Ну, и протологу в том числе, помимо всех остальных врачей. Ну, а лечение, вот вы говорили, сейчас современные, какие мини-инвазивные методики есть? Ну, скажем так, по статистике, вообще, в принципе, по статистике в каком-то оперативном лечении нуждается один из семи пациентов с геморрой. Просто действительно ли можно это вылечить какими-то свечками? Нет, вылечить нет. То, что прикладено у нас сюда. Есть, естественно, препараты, там, венотоники, есть свечи, которые, там, направлены, в основном, на снятие воспаления, на обезболивание, на купирование кровотечения. Они есть. И они оправданы, там, при первой, второй стадии, как бы, ну, не далее. Они снимут воспаление, они, в общем-то, помогут временно купировать симптоматику, но они не лечат. Дело всё в том, что узлы, вот именно вот эти кавернозные тела, они прикрепляются в прямой кишке на так называемой связке Паркса. Вот. Связка Паркса, она, как любая связка, состоит из соединительной ткани. То есть, эластики там, прямо вот, скажем, мало, да. И каждое вот это вот выпадение геморроидальных узлов, оно потихонечку-потихонечку надрывает эту связку Паркса. Да, и если, и вот именно поэтому происходит вот это вот перемещение по стадии геморроидальной болезни, да, там, с первой, грубо говоря, по четвёртую. Если связка Паркса изнасилована регулярным выпадением, регулярными запорами, да, геморроидальных узлов, то, ну, нечего удивляться, что она вот, и будет вывалившаяся такое, да, потому что связка Паркса уже разорвана. Да, только операция, и зачастую на последних стадиях мини-инвазивные методики не всегда подходят, да, то есть, приходится приходить уже к тяжёлой артиллерии, там, с аппаратами для гашу, сжечь, там, естественно, это не безболезненно, поэтому, чем раньше этой проблемой озаботиться, да, то, тем больше шансов пройти на мини-инвазивных методиках, чем позже, тем, соответственно, но это не значит, что у меня тоже были пациенты, которые приходят, один раз что-то кольнуло, где-то там, что-то кровануло, да, ничего, кроме геморрой не нашли, ну, это вот, крючение случилось, при этом объективно понимаешь, что ничего там делать не надо, но он хочет каких-то гарантий, он хочет заранее застраховаться, ну, там, вытащить из меня, да, вытащить из меня операцию, какую-нибудь вот, что-нибудь сделать, чтобы вот точно никогда не беспокоило, ну, это организм человека, он ненужных вмешательств не терпит, то есть, из меня бесполезно это вымогать, я делать не буду ни с какие деньги. Ну, как у практолога у вас же должно быть какие-нибудь интересные истории ещё про инородные предметы в прямой кишке? Ну, инородные предметы, безусловно, были, вот, они больше характерны, наверное, для городских больниц, скоропомощные, да, скоропомощные, вот, но даже и в частной практике, в общем-то, встречались и фал-имитаторы, там, ламочек не видел, вот, там, огурец один раз видел, вот. Ну, это приверженцы народных медицин, да, как мы знаем, лечение геморроя, да, 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 пупырчатое, да, да, нельзя было его отрывать от земли, да, сила земли входила, да, сила земли входила, ну, вот, к сожалению, землю он разорвался, осталось там, да, но самое, наверное, вот такое, что неприятно увидел, это был баллон от строительной монтажной пены, вот, баллон-то догадались вытащить, а крышка там осталась, вот, человек с ней три дня проходил, вот, ну, вытащили, спасли человека от того, чтобы, от большой операции, потому что, на самом деле, если бы нам не удалось, да, не удалось это вытащить, да, безусловно, это выведение стомы на переднюю брюшную стенку, отключение и, возможно, даже резекция прямой кишки, то есть, там, ну, проблем не оберёшься. Да, что только не придумают люди, для того, чтобы удовлетворить свои потребности. Да, там может быть масса, вот, ну, хотелось бы немножко вернуться к мини-инвазивным методикам, да, то есть, не надо бояться сейчас, в 21 век наступил, мы всячески стараемся их популяризировать, да, они зачастую не дают, там, стопроцентной гарантии, но это не даётся и радикальной операции, надо быть честным, да, я видел очень много рецидивов после радикальных операций, вот, то есть, но у всех методик есть свои ограничения, есть свои точки воздействия, об этом забывать нельзя, есть, конечно, мнение, что лучший метод тот, которым владеет, там, хирург, вот, но врачи, особенно из частной медицины, мы сейчас вынуждены владеть всеми методами, нельзя вот так, вот этот любимый и всё, я больше ничего делать не буду, нет, зачастую один узел приходит сделать по одному методу, второй по второму, третий по третьему, то есть, самое главное, чтобы вот, эффективность была, эффективно, очень много, к сожалению, сейчас делается склеротерапии внутренних демороидальных узлов, да, все, наверное, нас слышали про склеротерапию сосудистых звёздочек, когда вводится препарат склерозант, происходит химический ожог вены, да, и она, по сути дела, запаивается, она слепляется. В проктологии вот склеротерапия действительно очень классный метод, очень классный метод, но для остановки кровотечений, то есть, вот, если есть какая-то бабушка, там, дедушка, соматически больной, там, 80 лет, мы понимаем, что он не перенесёт ни наркоз, ничего, да, нам надо остановить просто кровотечение, супер метод, останавливаясь в течение минуты кровотечения, но надо понимать, через полгода оно появится снова, ну, вот, априори, есть рецидит, да. Следующий метод, популярный латекс налегирование, тоже требует минимум, там, оборудование, да, вакуумный латекс налегатор, это на внутренние гемороидальные узлы одеваются латексные кольца, происходит прогнозируемый некроз, и, собственно, внутренние гемороидальные узлы отваливаются. Бывают рецидивы, как бы, ну, зато метод мини-инвазивный, человек пришёл, сама процедура делается под местной, там, аппликационной анестезией, поблизости, слизистую, лидокаином, и всё сделали, он ушёл, в этот же день, там, через 20-30 минут после операции, да, и, как бы, для некоторых это решение проблем, потому что пациенты, сейчас, которые приходят сейчас на клинику, они не хотят больничной, они не хотят лежать, они хотят решить проблему, да, и вернуться в строй. Ну, у нас подходит к концу, наш программ, всё-таки, порекомендовали бы, вы что, приказали бы, просто прийти к врачу и не диктовать ему сроки лечения, правильно? Если врач сказал, что нужно лечить серьёзно, нужно всё-таки идти, действительно, на поводу у доктора, который знает, правильно? Опять же, мы, я не доктор из государственной больницы, мы к пациентам зачастую прислушиваемся, это для нас очень важно, пациент должен быть большим союзником доктора в лечении заболеваний, да, и, как правило, опять же, владея большим количеством мини-инвазивных методик, там, и дезортеризации, легирование, склеротерапия, мы вместе с пациентом выбираем тот метод, который, в общем-то, даст баланс, или пациент интересует, вот меня интересует быстро сделать, да, бог с ним, что потом будет, как бы, рецидив, но это будет ерунда. Алексей, у нас есть постоянная наша любимая рубрика, это пожелания врача нашим зрителям и слушателям. Ну, в общем, пожелание у меня одно, не бояться врачей, вот, мы абсолютно не звери, хирурги, не мясники, терапевты это умнейшие люди, не доводите себя до крайностей, любите себя, цените своё здоровье, потому что, опять же, как доктор из частной медицины, я могу сказать, что ни за какие деньги его не купишь. Дорогие друзья, сегодня была очень интересная передача, мы надеемся, что мы развеяли некоторые страхи, объяснили, зачем всё-таки стоит приходить к проктологу уже на ранних симптомах, а помог нам в этом разобраться врач-хирург, проктолог, руководитель хирургической службы СТ-клиник Тюмин Алексей Александрович. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 Спасибо.